История – это не только опыт наших предков, на котором стоит учиться, но и повод поднять настроение праздниками. О первом и втором поговорим прямо сейчас в «Машине времени». Ровно 218 лет назад свое существование прекратила Священная Римская Империя. Прежде всего, надо понимать, что Империя Римлян в древнюю эпоху была эффективной системой удержания территории для постоянного грабежа. Она просуществовала около 500 лет, но к Священной Римской Империи не имеет практически никакого отношения. Когда германцы захватили Рим, они были так восхищены культурой, которую поработили, что рано или поздно традиции должны были взять вверх. Карл Великий объединил практически все западные племена в одно государство, создав новую империю. Он приобщал их к крестьянству, получив в Риме регалии из рук самого папы. Естественно, византийцы Карла никогда не признавали. Для них он был выскочкой и узурпатором. Потом империя Карла распалась, ее западная часть стала прообразом нынешней Франции, а восточная – Германии. На базе Германии появилось государство Священная Римская Империя. Это была конфедерация средневековых князей, но существовавшая скорее формально в качестве идеи. Как политическая структура она жила аж до 1804 года, пока Наполеон не отменил трон. Также 6 августа отмечается Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он также известен как День Хиросимы. Памятная дата уносит нас к историческим событиям августа 1945 года, когда был приведен в исполнение приказ президента США Гэри Трумэна о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стал город Хиросима. Роль самолета-носителя выполнял бомбардировщик Б-29 Энолагей. Бомбардировка носила не столько военный характер, сколько являлась испытанием нового вида оружия. Также ВВС США ставили цель оказать психологическое воздействие на гражданское население и сломить дух к сопротивлению. Эффект, как и ожидалось, был ужасающим. Сброшенная бомба Малыш взорвалась на высоте около 600 метров. Она, по сути, стерла город с лица земли. В одно мгновение погибло свыше 80 тысяч человек, а общее число жертв превышает 290 тысяч. Поэтому День Хиросимы – это траурная дата. Причем скорбят не только в Японии, но и по всему миру. В истории нашего города 6 августа 1982 года появилась улица имени Сергея Наровчатова. До переименования участок дороги назывался первым пролетарским переулком. Что же касается Наровчатова, то многие его знают как талантливого поэта и прозаика. Но на самом деле это еще не все. Сергей Сергеевич прошел Великую Отечественную войну от первых дней и до победы и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Естественно, свой писательский талант он применял и на фронте. О войне он написал много и в разных формах, поэтому его поэмы и стихи можно найти легко. Ну а с Магаданом Сергея Наровчатова связывает его детство и юность. В 1933 году вместе с матерью он переехал на Колыму, где в заключении находился его отец. Он окончил среднюю школу номер один и был призван в армию. Именно поэтому пролетарский переулок переименовали в честь местного героя. Еще в 90-е годы прошлого века исследователи выяснили, что больше половины нашего общения это обсуждение других людей и их поступков. То есть попросту сплетни. Женские разговоры состоят из них на 67 процентов, а мужские на 55. Так вот сегодня день самой популярной темы для разговоров, он же день сплетен. Сплетни часто считают чем-то плохим, глупым и недостойным. На самом деле, хотя такие разговоры и далеки от высокоинтеллектуальных бесед, ничего ужасного в них чаще всего нет. Исследование психологов показало, что это просто разговоры о человеке, который при этих самых разговорах не присутствует. Здесь и закончим. Спасибо за внимание и до новых праздников!